МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самая обсуждаемая новость 2013 года. Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями близнецов. Признание звездной четы, что суррогатная мать родила им двоих детей, было неожиданным и затмило в России главную мировую сенсацию. Еще недавно все западные СМИ пестрели заголовками. Дочь поп-короля Майкла Джексона пыталась покончить с собой. Ночью она была доставлена в больницу после звонка в 911. Ей была оказана срочная медицинская помощь, после чего она была переведена в палату. Это все, что я могу сказать. Что же заставило девушку решиться на столь отчаянный шаг? Оказывается, за сутки до того, как Пэрис Джексон оказалась в больнице, ей раскрыли страшную семейную тайну. Этот секрет никогда не должен был стать достоянием общественности. Однако спустя четыре года после смерти поп-короля, правда все же выплыла наружу. Пэрис узнала, что Майкл Джексон ей не родной отец. Почему он скрывал это? Являются ли двое других его детей родными? И главное, кто же настоящий отец? Мы нашли его. Впервые на российском телевидении близкий друг Майкла Джексона и более того, биологический отец наследников поп-короля. Кто он? И почему 15 лет скрывал свое родство с самыми знаменитыми детьми планеты? Жизнь Майкла Джексона всегда была под пристальным вниманием. Даже если он пытался скрывать факты своей личной биографии, рано или поздно они становились достоянием первых полос газет. И его тайный брак с дочерью Элвиса Фесса. И роман на стороне. А потом женитьба на медсестре Дебби Роу. И, наконец, появление троих детей. Известно, что старших Перис и Принца родила Дебби. А младший сын появился на свет уже после их развода. И тогда Майкл, чтобы пресечь разговоры и домыслы, открыто заявил, его сына родила суррогатная мать. Он сам рассказывал, что пошел на это только потому, что хотел еще иметь третьего ребенка. Был тогда одинок. У него там не было любимой женщины, которая готова была бы родить ему ребенка. Поэтому вот он решил воспользоваться таким способом. Имя этой женщины Майкл Джексон так и не раскрыл. Но, по некоторым данным, поп-король заплатил 20 тысяч долларов медсестре мексиканского происхождения по имени Хелена. И это было только началом громких разоблачений. Единственное, что его интересовало в суррогатной маме, это ее интеллект и национальность. Ну, честно говоря, это странно, потому что, наверное, это должно интересовать в доноре яйцеклеток, да, а не в суррогатной маме. Ну, единственное, что можно предположить, что суррогатная мама была одновременно и донором яйцеклеток. Тогда, да, понятен его интерес. Сегодня способ продолжения рода, когда суррогатная мать является еще и биологической, называют традиционным суррогатным материнством. И эта технология практикуется уже несколько тысячелетий. Такие случаи описаны даже в Ветхом Завете. Жена Авраама, родоначальника всего еврейского народа, была бесплодна. Чтобы подарить мужу наследника, она наняла свою служанку Агарь, чтобы та выносила и родила ребенка. Считалось, что рабыня жены, хозяина, да, рабыня жены отца, она, ребенок, который рождается вот этой связи, он является ребенком, собственно, этой пары. И вот она свою рабыню Агарь предоставила Авраама. На Руси самым известным суррогатным ребенком был киевский князь Святополк Окаянный. Его отец, Владимир Красное Солнышко, до того, как крестить Русь, пять раз был женат. А когда погиб его брат, то привел в свой дом вдову. От этого союза и родился один из самых жестоких князей. Сегодня же такая практика скорее вызовет осуждение общества. Благодаря последним достижениям науки, удалось добиться главного – переноса генетического материала безинтимного контакта с суррогатной матерью. В России порядка шести миллионов бесплодных или испытывающих серьезные сложности с зачатием женщин. Это дает нам цифру. Теоретически, одному миллиону российских женщин могли потребоваться услуги суррогатных матерей, чтобы стать самим мамой. В большинстве случаев все это остается в тайне, даже от родных. Особенно, когда речь идет о богатых и знаменитых. Свою личную жизнь они тщательно оберегают. Однако правда все-таки выплывает наружу. Смотрите далее. Только у нас главная тайна Майкла Джексона. Девушка посмотрела на него и сделала такое лицо. У-у-у, это отвратительно. Кто настоящий отец его детей? И почему столько лет он скрывал правду? Он спросил, могу ли я предоставить свой биологический материал для него, стать донором? Впервые на российском телевидении откровенное интервью, которое перевернет все. А также Криштиану Роналду, Элтон Джон, Рикки Мартин и Сара Джессика Паркер и многие другие. Шериф выкрал документы, контракт звездный с Сарой Джессикой Паркер и еще снимки УЗИ. И пошел продавать их фотографам. Почему мировые знаменитости выбирают суррогатное материнство? Не переключайтесь, самые большие тайны звезд. Всего через минуту. Смотрите прямо сейчас. Впервые на российском телевидении будет раскрыта главная тайна поп-короля Майкла Джексона. На этих уникальных кадрах человек, который не просто был близким другом знаменитого певца. 15 лет назад он оказал ему одну крайне необычную услугу. Он спросил, могу ли я предоставить свой биологический материал для него, стать донором? Его имя в Великобритании известно каждому. В 8 лет Марк Лестер прославился ролью в фильме «Оливер». Тогда казалось, что впереди его ждет блистательная актерская карьера. Вот в этом фильме я снялся сразу после «Оливера». С ним я даже ездил в Москву на фестиваль и получил приз «Серебряного медведя» за свою роль. Но сыграв более чем в 20 фильмах, он внезапно оставил кино, чтобы стать врачом. Сегодня у Марка собственная клиника недалеко от Лондона. Четверо детей и профессия, которая позволяет ему жить, не стесняясь в драках. Это ресепшн-клиники. Обычно я сижу за этим столом. Сам встречаю пациентов, а потом провожу их в кабинет. Здесь мы занимаемся пациентами. Мы даже делаем специальную процедуру, акупунктуру, которая повышает фертильность. Очень полезно при процедурах ЭКО. Именно благодаря той первой звездной роли в детском мюзикле Марк и познакомился когда-то с поп-королем Майклом Джексоном. Это было в конце 70-х. Его менеджер позвонил мне и сказал, что Майкл хотел бы со мной встретиться. Он обожал фильм «Оливер» и поэтому захотел со мной познакомиться. Майкл отправил за мной огромный лимузин. Мы поехали в отель в центре Лондона, где он остановился. Он снял целый этаж в этом отеле. Я постучал в дверь его номера и подумал, увижу его в каком-нибудь ярком костюме. А он сам открыл дверь и одет был просто в джинсы и свитер. Я вошел, он обнял меня и сказал, привет, Марк, я так рад с тобой познакомиться. После той встречи, каждый раз приезжая в Великобританию, Майкл обязательно старался встретиться с Марком. Я был первым, кто увидел кусочки из клипа «Триллер». Мы смотрели кассеты. Майкл спрашивал мое мнение. Я ничего подобного до этого не видел. Также Майкл всегда хотел снять художественный фильм как режиссер. У него была идея снять историю про детей-сирот. И он хотел, чтобы я сыграл в его фильме. Жаль, что ему так и не удалось осуществить свою мечту. Но главной мечтой Майкла Джексона всегда была большая дружная семья и много детей. Поэтому он не скрывал зависти к своему другу, у которого малыши появлялись с завидной регулярностью. Еще в середине 90-х мы как-то разговаривали по телефону. Как раз родилась моя третья дочь, Оливия. И он спрашивал, как у тебя получается это? Так много детей. Он хотел, чтобы у него было шесть или даже семь детей. Это была его мечта. Не могу сказать, что у него были какие-то медицинские проблемы. Но у него были проблемы с женщинами. В это трудно поверить, но у Майкла Джексона отношения с женщинами никогда не складывались. Как говорит Марк, все из-за его чрезмерной скромности и стеснительности. А сами поклонницы как будто этим пользовались. Он рассказал мне историю. Однажды он был в аэропорту Лос-Анджелеса, когда его одна фанатка похлопала его по плечу. Ему было 16, и у него были проблемы с кожей. И девушка посмотрела на него и сделала такое лицо. У-у-у, это отвратительно. И он это запомнил на всю свою жизнь. Это было для него настоящим шоком. Уже после того, как Майкл Джексон стал поп-королем, многие актрисы и певицы захотели получить доступ к его телу. Иначе говоря, домогались. Была одна история. Одна известная актриса, я не скажу ее имя, они с Майклом жили в одном отеле. И она как-то ему позвонила и пригласила подняться к себе в номер. Он пришел. Она лежала обнаженная на постели. Но он был очень расстроен таким отношением. Потом первый брак Майкла с дочерью Элвиса Пресли быстро дал трещину. Развелись они, как тогда писали, из-за романа Майкла на стороне с медсестрой по имени Дебби Роу. Многие удивлялись, как певец мог променять красавицу Лизу Марию на Дебби. Сегодня Марк Лестер раскрывает тайну. Пресли не хотела детей. А с Дебби он заключил некое подобие контракта. Почему он решил завести с ней детей? Не каждая женщина согласится родить ребенка, а потом оставить его. А именно такая договоренность у Дебби Роу была с Майклом. Он хотел расти детей самостоятельно, чтобы никакой матери не было рядом. Получается, что Дебби Роу, по сути, поучаствовала в программе традиционного суррогатного материнства. И оформление брака было бонусом к контракту. Но почему Майкл не захотел сам стать отцом детей? Как он выбирал доноров? Какие еще звезды могли быть биологическими родителями Принца и Берри Джексон? А также, кто раскрыл страшную тайну поп-короля и подтолкнул его дочь к самоубийству? Эксклюзивные подробности через несколько минут. Майкл Джексон не единственный представитель шоу-бизнеса, кто обзавелся детьми из пробирки. Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер не в пример своей сериальной героини первое место в жизни отдает вовсе не карьере. С мужем Мэтью Бродериком они вместе уже 12 лет. И их сыну исполнилось 7, когда они задумались о пополнении семейства. Она очень долгое время пыталась снова забеременеть. У них в смыте уже есть мальчик-сын. У них начались разлады в семье, они захотели ребенка. Сара пыталась, ходила по врачам, но у нее ничего не получалось. И поэтому, посоветовавшись с мужем, с врачами, она решила прибегнуть к суррогатному материнству. И вот Сара все это рассказывала журналистам. Сара Джессика и не подозревала, что ее откровенность обернется настоящим кошмаром. Все хотели узнать, кто эта женщина, получившая от звездной пары 100 тысяч долларов, чтобы родить им двоих детей. Ею оказалась 26-летняя жительница штата Огайо Мишель Росс. Она выбрала женщину, которая является бисексуальной. и даже имела опыт вынашивания детей для пары геев из Нью-Йорка. Почему это было сделано? Ну, возможно, конечно, поскольку отношение к геям в Соединенных Штатах Америки достаточно открыто и хорошее, возможно, Сара Джессика Паркер решила поддержать тем самым как бы свое отношение к геям положительное, что вот выбрала именно такую женщину. Росс также обвинили в том, что в угоду звездной чете она совсем забросила родного ребенка. Однако шумиха в прессе была только началом кошмара. Затем произошел совершенно нелепый случай, когда шериф округа, где живет Мишель, влез к ней в дом, выкрал документы, контракт звездный с Сарой Джессикой Паркер и еще снимки УЗИ. И пошел продавать их фотографам. Как позже он утверждал в суде, что на самом деле он делал это не из корыстных целей, он хотел выявить тех, кто захочет купить. В общем, такой весь прекрасный полицейский, но уже никто ему не поверил. В итоге шерифа Берри Карпентера сняли с должности и посадили на 2 года и 8 месяцев. Несмотря на стресс, Мишель Рос произвела на свет двух здоровых девочек. Но пример Сары Джессики Паркер стал для многих показательным. Теперь звезды официально заявляют, что прибегали к услугам суррогатной матери только после того, как дети появляются на свет. Сэр Элтон Джон никогда и ничего не скрывал. Певец стал первым из знаменитостей, кто узаконил свой однополый союз. В 2005 году он и его партнер, канадский режиссер Дэвид Ферниш, заключили брачный договор, а спустя 5 лет, когда Элтону уже стукнуло 62, стали родителями мальчика по имени Закари. Более того, вот как раз именно пара Элтон Джона и Дэвид Ферниш, они настаивают на том, что суррогатная мама, они бы хотели, чтобы она принимала участие в воспитании ребенка и была частью их жизни, потому что они ее очень долго выбирали, и она совершенно потрясающая женщина, она им ужасно нравится. Неудивительно, что через два года та же суррогатная мать родила Элтону и Дэвиду еще одного сына, Элайджу. Что интересно, за Закари пара заплатила женщине около 20 тысяч долларов, а за Элайджу больше 30 тысяч. Причем, если супруги решатся завести третьего ребенка и обратиться к столь понравившейся им суррогатной матери, им придется выложить уже 35 тысяч долларов. Певица Бьонсе также вызвала немало подозрений. Звезда не раз появлялась на красных дорожках и мероприятиях, акцентируя внимание прессы на своем интересном положении. Но вскоре пошли слухи, что ее беременность обман, и ребенка вынашивает суррогатная мать. Эти разговоры спровоцировал необъяснимый конфуз в студии одного телешоу. Певица, да, пришла на телепередачу, будучи уже беременной. Каким-то очень магическим образом, да, сквозь платье было видно, что на животе у певицы есть какая-то накладка. По крайней мере, по моему впечатлению, это не был живот беременной женщины, беременной девушки, да. Это явно какая-то бутафория. Скептики стали внимательно изучать фотографии звезды с разных мероприятий. Вот Бейонсе без каких-либо признаков беременности, а вот спустя 10 дней уже демонстрирует животик. После появления на свет дочери певица фантастически быстро пришла в форму. В чем же ее секрет? Ну, на самом деле, те женщины, которые прибегают к услугам суррогатной матери и скрывают это от окружающих, они имитируют беременность. Шьются специальные животики по размерам женщин. То есть женщина едет на примерку, по ее фигуре ей подбирают животик и делают в нескольких вариантах, в зависимости от срока беременности. Получается, что надо регулярно обзаводиться искусственным животом побольше. Но никогда нельзя быть уверенным, что эта маленькая ложь потом не станет причиной трагедии. Смотрите через минуту. Трагедия семьи Майкла Джексона. Как поп-король выбирал родителей своим детям. Он вел переговоры и с другими, даже с Маккалеем Калкиным. Так что он искал кого-то более генетически сильного. И почему его дочь хотела покончить с собой. Очевидно, что она была очень несчастлива из-за всего того, что происходило дома. В чем еще признался отец детей Майкла Джексона? Наш эксклюзив. А также русские звезды берут пример с Голливудски. Все равно бы узнали, что у Филиппа Киркорова ребенок. И возникли бы вопросы тогда. А откуда появился ребенок у Филиппа Киркорова? Суррогатные дети Пугачевой. Кто знает о них больше всех? Не пропустите тайны звездного материнства, о которых вы даже не догадывались. Какой-то идиот запустил слух, что хочу я стать мамой. Какой-то идиот сказал, что я ищу суррогатную мать. Звезды шоу-бизнеса находятся под постоянным пристальным вниманием папаранцы. Скрыть рождение детей, особенно с помощью суррогатной матери, почти невозможно. Поэтому, как только малыши появляются в доме, знаменитости спешат сообщить об этом прессе. По поводу ЭКО здесь все немножко, с одной стороны, сложнее, потому что как раз этот метод звездные мамы, они не особо афишируют. И они утверждают, что они долго к этому шли, боролись, лечились, и вот самостоятельно все это сделали. Хотя, когда подряд пошли рождаться у звезд близнецы, дети, конечно же, их всех заподозрили в использовании метода ЭКО. Анжелина Джоли и Брэд Питт, Дженнифер Лопес и Марк Энтони, Мэрайя Кэрри и Ник Кэнон. Эти пары обзавелись детьми в достаточно зрелом возрасте, и у всех появились близнецы, которые так часто рождаются после операции ЭКО. Совпадение? Джоли сама как-то особо не рассказывает о способах зачатия своих детей, но несколько друзей семьи Джоли и Питт давали интервью в западном СМИ, где рассказывали о том, что двойные мальчики с девочкой, которые родились у них в 2008 году, они были зачаты с помощью ЭКО. Якобы у Анжелины какое-то непродолжительное время не получалось самой забеременеть, она решила ускорить этот процесс, поэтому обратилась к врачам-репродуктологам, которые помогли ей забеременеть. Другая голливудская звезда Джулия Робертс не скрывает, она действительно обратилась к современным технологиям. Она, в свою очередь, уверенно пошла на этот шаг не потому, что ей захотелось попиариться, а просто потому, что она понимает женщин, которые не могут родить. И как бы она своим примером хотела показать, что не стоит отчаиваться, вот есть такая возможность у нас сегодня. В 36 лет звезда стала матерью близнецов, мальчика и девочки, а спустя 5 лет Робертс родила еще одного сына. Коллеги по цеху Джулии последовали ее примеру. И стали одна за другой признаваться, их дети были зачаты в пробирке. Комедийная актриса Кортни Кокс, знаменитая женщина-врач Джейн Сеймур, актриса и модель Брук Шилдс. И этот список далеко не полный. Есть другая история, связанная с сестрой, знаменитой актрисой Пенелопе Крус, с Моникой, которая тоже у себя в Испании, известная танцовщица, актриса, балерина. Моника воспользовалась услугами искусственного оплодотворения. И она совершенно здоровая женщина, у нее не было никаких проблем, но, как она сказала, ей надоело ждать своего прекрасного принца. Были мужчины, были отношения, но ни от одного, от мужчин, ни от одних отношений ей не хотелось иметь детей. Но в теории, в целом, Моника мечтала о ребенке, поэтому она сказала, что она плюнула на все, ей надоело ждать, поэтому она обратилась в банк спермы и в 36 лет нормальная, здоровая женщина забеременела. В этом же году мамой с помощью ЭКО стала знаменитая канадская певица Селин Дион. Вот у Селин Дион, мне кажется, вообще поразительная история, да. У них с мужем разница в возрасте целых 27 лет. И они хотели очень завести детей, но, вы представляете, у мужа обнаружили рак. Перед тем, как пройти облучение и химиотерапию, он сдал сперму в банк заморозки. В 2001 году в семье случилось сразу два счастливых события. Ее муж справился с болезнью, а сама Селин с помощью ЭКО смогла забеременеть и выносить здорового ребенка, мальчика по имени Рене Шарль. Ей было 44 года. В этом возрасте есть высокий риск рождения неполноценных детей. Если бы все это происходило естественным путем, то нельзя было бы проконтролировать, какой плод развивается. Во время ЭКО Селин подсадили только один эмбрион, остальных заморозили. И певица не раз признавалась, что не может спокойно жить, зная, что ее дети хранятся в холодильнике. Однако ей потребовалось сделать еще шесть процедур ЭКО, прежде чем она смогла забеременеть во второй раз. В 2011 году она родила плюс вот к тому ребеночку еще двойняшек. Должна была быть тройня на самом деле. Три яйцеклетки оплодотворились, но один из малышей, это был мальчик, он умер в утробе матери. Своих детей Селин называет чудом. Они ездят с ней по всему миру на гастроли и уже не стесняются позировать камерам. До недавнего времени о проблемах с деторождением отечественные звезды не говорили. Поэтому первое, чье имя в этой связи приходит на ум, это, конечно, Филипп Киркоров. Медленно, медленно, тает мовенье. Мало того, что он король российской эстрады, бывший муж Аллы Пугачевой, так теперь еще и внезапный отец двоих детей. То, что у них родился ребенок, скрыть это невозможно. То есть все равно бы узнали, что у Филиппа Киркорова ребенок. И возникли бы вопросы тогда, а откуда появился ребенок у Филиппа Киркорова? Вообще двое детей, да, у него мальчик-девочка. Откуда они появились? Значит, естественно, либо надо было придумывать какие-то истории потом, либо, наверное, Филипп принял правильное, единственное правильное решение, он сказал правду. То есть он сказал, что да, это дети, выношенные суррогатными мамами. Он не стал вдаваться в подробности, кто это суррогатные мамы, и, наверное, правильно тоже это сделал. Мам Аллы Виктории и Мартина не видел никто. Но если от Филиппа Киркорова можно было ожидать чего угодно, то пара Пугачева-Галкин удивила даже тех, кто знает о жизни звезд все. Ну, Алла Пугачева и Максим Галкин – это большая бомба нашего года. Совершенный шок был для всех абсолютно разных слоев общества, когда они узнали, что эта пара стала родителями, и им детей родила суррогатная мать. Начался, конечно, страшный бум, как раз вот раскопки, кто эта суррогатная мать, сколько денег было заплачено за эти роды. Выяснялось, что 100 тысяч долларов. Следующий вопрос был, а кто донор? Или же использовался генетический материал звездной читы? Возраст ее, понятно, что всем людям, что она вряд ли могла бы сама родить ребенка и даже вообще, так сказать, в этом возрасте получить сейчас свою яйцеклетку даже с помощью ЭКО, да, а потом создать эмбрион. Соответственно, они тоже приняли решение сказать правду, что у нее достаточно давно были заморожены ее яйцеклетки, совершенно без потери, так сказать, качества. Ее можно в любой момент разморозить, она будет совершенно активная и способная, так сказать, к обвудотворению. Вот, соответственно, ее потом разморозили, и с помощью суррогатной мамы у них вот родился ребенок. Известно, что рожала женщина в подмосковной клинике, и роды принимал самый известный акушер-гинеколог России Марк Курцер. Имя этой суррогатной матери пока удается хранить в секрете. Все еще не знаем, как это суррогатное материнство сказывается на детях, и что ребенок наследует от этой суррогатной матери, мы пока не знаем. Но я глубоко убеждена в том, что Алла Борисовна как раз фигура того масштаба, которая могла себе позволить выбирать эту суррогатную мать и контролировать все ее движения во время беременности. Поэтому мне кажется, что вот это тот случай, когда наверняка судьбы этих детей будут благополучны. Это молодые звезды не хотят спорить с природой. А что делать дамам более почтенного возраста? Шоу-бизнес привык равняться на певицу номер один. Может, скоро нас ждет настоящий бэби-бум от главных звезд эстрады? И первая, кого записали в будущей матери певица Лолита Милявская. Ей 50. Замужем она уже в пятый раз. Причем нынешний муж младше ее на 11 лет. Может, и им не стоит отставать? Однако Лолита на эту тему высказывается весьма жестко. Слушайте, ну какой-то идиот запустил слух, что хочу я стать мамой. Какой-то идиот сказал, что я ищу суррогатную мать. Никого я не ищу, никакой. Я уже мама, у меня замечательный ребенок, которому 15 лет. И не собираюсь в ближайшее время посвящать себя повторно материнству, потому что у меня на это и нет времени, и нет особых желаний. Мы просто не готовы в семье. Поэтому к тому времени, когда бы у меня ребенок пошел в школу, я вообще не поняла, что с ним делать. Еще одна чета, которая два месяца назад оформила свой неравный враг. Ему 30, ей 58. Он прекрасен, она богата. Однако этот роман сразу сделал их едва ли не самой обсуждаемой парой в России. Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина. Они не стеснялись демонстрировать свои пылкие чувства перед телекамерами. Он думал, что это просто курортный роман. Мы уезжали, я думаю, что с такими мыслями. Я, честно говоря, раньше никогда не подозревал, что у меня может возникнуть такая тяга к женщине, которая чуть-чуть постарше, чем я. Так, раза в два. Да, ну не важно. Я просто как бы думал, что это все как-то нереально. Вот и остальные думали, что роман окажется показным. Но то ли в отместку острословом, то ли чтобы доказать всем, что их чувства самые настоящие, пара зарегистрировала свои отношения. Неужели они пойдут еще дальше и обзаведутся потомством? Конечно, мне очень хочется, чтобы у нас с Ларой был совместный ребенок. Потому что ребенок – это тоже энергетическое, что-то общее. Это очень важно. Не просто от какой-то там девочки, там просто красивой, там родить этого ребенка, а чтобы в нем была заложена нужная информация генетическая. Как бы коды определенные, чтобы этот ребенок был... Я уверен, что у нас с Ларисой был бы прекрасный ребенок. Ну, чуть-чуть мы разминулись в возрасте. Но сегодняшние технологии позволяют делать чудеса. Единственный способ – это обратиться к суррогатной матери. Выносить и родить ребенка, как говорит Прохор, Лариса не сможет. Но пока певец отлучается, чтобы порадовать своих почтенных зрительниц со сцены, Копенкина вздыхает, какие дети в ее-то возрасте. Перед людьми стыдно. Почему-то начинают тут же обсуждать, шушукаться за спинами. А уж если это звезды, то, соответственно, тут же начинают говорить о том, что, ну, конечно, денег полно, 20 лет там гуляли, непонятно, чем занимались. Теперь, да, там на старости лет решили родить детей. Вот, то есть в первую очередь именно вот негативные отношения общества. Негативные отношения распространяются не только на родителей, но и на самих детей, рожденных с помощью медицинского вмешательства. Однако, не это самое опасное. Психологи утверждают, дети из пробирки изначально более слабы и уязвимы. Смотрите далее. Чем отличаются дети из пробирки от обычных малышей? Наблюдается более высокая тревожность, меньшая стрессоустойчивость, они более подвержены заболеваниям. Кто они? Слабое звено или раса будущего? Взрослеют быстрее на несколько месяцев или даже лет, опережая своих сверстников. Как Майкл Джексон выбирал родителей своим детям? Он вел переговоры и с другими, даже с Маккалеем Калкиным. Так что он искал кого-то более генетически сильного. И почему его дочь хотела покончить с собой? Вся правда о скандальной истории. Очевидно, что она была очень несчастлива из-за всего того, что происходило дома. В чем еще признался отец детей Майкла Джексона? Наш эксклюзив. Смотрите сразу после рекламы. Сегодня многие психологи утверждают, ребенок начинает развиваться уже в момент зачатия. И здесь важную роль играет то, хотят ли оба родители его появления на свет. Как мама переносит беременность? Как относится к малышу, пока он в животе? Ребенок ощущает состояние матери. В первую очередь, он его ощущает на гормональном, опять же, уровне. У них общий кровоток. Они обмениваются информацией физиологической постоянно. Сможет ли женщина, которая воспринимает ребенка как объект купли-бродажи, родить психологически здорового малыша? Это вопрос, ответ на который наука еще не получила. Беременность – это же не отдельное состояние, а это то, что будет продолжаться уже контактами с ребенком. И мы его поэтому и любим, потому что потом мы будем вместе, собственно говоря. И то не у всех получается. Это сразу. Поэтому суррогатная мама, у нее просто такая установка, что она заботится, она ведет правильный образ жизни, она хорошо делает свою работу, но потом она с ним не останется. Поэтому у нее и не возникает таких образов и представлений, которые связаны с тем, вот как привязанность сформируется. Специалисты Центра семейных исследований при Кембриджском университете сравнили поведение детей из пробирки и их ровесников, рожденных традиционным способом. Выяснилось, что малыши, которых вынашивала суррогатная мать, чаще страдают от неврозов и депрессий. Наблюдается более высокая тревожность, меньшая стрессоустойчивость, они более подвержены заболеваниям. Гормональный фон такого родителя, он более взрывоопасный для ребенка. То есть ребенку нужен, на самом деле, спокойный уровень интеллекта, эмоций, восприятия мира. Ученые настаивают, что плод ощущает на себе эмоциональное состояние мамы во время беременности и в период рождения. К тому же на ребенка очень сильно влияет отношение и его биологических родителей, с которыми попросту не может возникнуть той самой психологической связи за время беременности. Для ребенка чрезвычайно важно вот такое открытое и честное отношение родителей. А когда у нас появляется тайна, как скелет шкафу, особенно тайна по поводу нашего рождения, ребенок ее начинает чувствовать очень рано, очень рано. Но интерпретирует ее как-то по-своему. Эти особенности суррогатных детей проявляются чаще всего в переходном выграсте. И раскрытие семейных тайн может привести к непоправимым последствиям. Самый яркий тому пример – трагедия в семье Майкла Джексона. В июне Перрис выпила снопворное, порезала запястье, а потом сама позвонила в скорую. Так что это больше напоминает крик о помощи, чем реальную попытку суицида. Тогда все СМИ писали, дочь поп-короля так расстроилась, что ее не пустили на концерт, и решила привлечь к себе внимание таким экстремальным способом. Но близкий друг семьи Джексона Марк Лестер знает, что стало причиной на самом деле. В тот роковой день девушки-подростку открыли тайну ее рождения. Очевидно, что она была очень несчастлива из-за всего того, что происходило дома. И это печально, что ей пришлось прибегнуть к таким мерам. Кто рассказал Перрис всю правду, доподлинно неизвестно. Скорее всего, это сделала ее биологическая мать Дебби Роу. Женщина, которую Майкл Джексон не хотел видеть рядом со своими детьми. После рождения малышей певец получил полную опеку, и Дебби исчезла из их жизни. Когда я общался с Майклом, Дебби Роу никогда не была рядом. Когда Перрис была маленькая, она видела маму раз в полгода, часа по два. Она и не была заинтересована в общении. И в этом нет ничего такого, ведь Майкл был замечательным отцом. Он нанял нянь, учителей, каждый из детей ежедневно посещал занятия. Они стали очень умными и воспитанными. Так что нет ничего дурного, кроме того, что не было какого-то женского, материнского влияния. К выбору отца для своих детей Майкл подошел более ответственно. Ему было не все равно, чьи гены они получат. Почему он сам не захотел стать биологическим отцом, мы уже не узнаем. Но, скорее всего, это объясняется тем, что у него были сразу два хронических заболевания кожи. «Красная волчанка» и «Витилига». Майкл серьезно подошел к выбору донора, биологического отца, потому что он вел переговоры и с другими, даже с Маккалеем Калкиным. Так что он искал кого-то более генетически сильного. В итоге выбор пал на его близкого друга Марка Лестера, отца четырех здоровых детей. Он прошел необходимые процедуры, сдал по просьбе Майкла Джексона свой генетический материал и забыл об этом на 15 лет. Они с Майклом словно заключили пакт молчать и никогда не обсуждать эту тему. Я даже не думал о том, что дети могут быть моими. Хотя, честно говоря, было очевидно, что они не Майкла. Дети были светлокожими, но, по сути, это как с усыновлением. Родитель тот, кто вырастил, а не тот, кто родил. Джексон хотел, чтобы Марк общался со своими биологическими детьми. Он даже предложил провести обряд крещения, чтобы связать обе семьи крепкими узами. Майкл – крестный отец всех моих четверых детей, и он попросил меня стать крестным для его детей. Обряд крещения мы совершили в Лас-Вегасе в 2003-м. Мы сделали это все вместе. Майкл снял большой номер в отеле, который украсили белыми цветами, и был священник, который приехал туда провести церемонию. На семейных фотографиях того времени хорошо видно – дети Майкла и Марка удивительно похожи. Это Пэрис, а это моя дочь Оливия. Они выглядят одинаково. Все шестеро детей были очень близки, несмотря на разделявший их океан. Марк часто ездил вместе со своими четырьмя детьми в Америку на виллу Майкла Джексона, а певец регулярно привозил Пэрис и Принца в Британию. Последний раз, когда мы виделись, он был здесь, в Британии, со своим финальным шоу. Мы провели вместе выходные, а потом он вернулся в Штаты, а через месяц его не стало. Смерть Майкла Джексона для его детей стала настоящим ударом. Отец был для них всем. И вот тогда, чтобы поддержать их, в семью вернулась Дебби Роу, мать, которую они не видели много лет. Она сразу установила рамки – с кем Пэрис и Принц могут общаться, а с кем нет. Она очень закрытая, и из-за моих отношений с Майклом, и истории с моим донорством, она не очень хочет налаживать со мной связь, что, на мой взгляд, странно, потому что дети Майкла и мои дети были очень близки. Сначала я думал, что здорово, что Дебби вернулась. Это поможет Пэрис, все-таки она ее мать. Но сейчас понятно, что Пэрис была несчастлива. У них не было нормальных здоровых отношений матери и дочери. Может быть, именно поэтому Пэрис и пыталась свести счеты с жизнью? То, как повела себя ее семья, на мой взгляд, не очень хорошо. Отправить ее в какой-то центр реабилитации, по-моему, это неправильно. Если кто-то настолько несчастлив, то надо выяснить, почему, а не наказывать, отсылая куда-либо. Последние полгода Пэрис живет в закрытой школе и, возможно, останется там до совершеннолетия. Кстати, это заведение успело заслужить нехорошую славу. Несколько лет назад там погиб ребенок. Я недавно пытался с ней пообщаться, когда Пэрис попала в больницу. Но Дебби очень грубо сказала мне идти куда подальше. Хотя все, что я сказал ей, это было бы неплохо, если бы мои дети пообщались с Пэрис. Всем нужны друзья, но она мне просто нагрубила. Видимо, теперь я смогу поговорить с Пэрис только когда ей исполнится 18, а пока ей только 16. И это было бы замечательно. Я просто хочу вернуть ту связь, которая была между нами, а не стать ее отцом. Это было бы сумасшествие. Но ведь мы так хорошо общались, и это печально, что судьба нас развела. С чем связано такое отчаянное нежелание матери допустить хоть какое-то общение детей с их биологическим отцом? Может, она подозревает Марка Лестера в корыстных целях? Например, добиться установления отцовства, чтобы потом претендовать на наследство? Я не собираюсь делать какой-либо тест на отцовство. В этом нет никакого смысла. То, что произошло 17 лет назад, было между мной и Майклом. Он растил их в своей семье. Так что мне нет смысла вмешиваться и что-то доказывать. Главное, Майкл оставил мне эту любовь и радость от того, что я был знаком с таким замечательным человеком. Это самое ценное. Смотрите через минуту. Дети из пробирки. Как создается новая человеческая раса? Что заложено в их генах? И почему в будущем они станут доминировать? Сенсационные признания ученых. Не пропустите сразу после рекламы. Последние открытия генетиков доказывают. Дети, рожденные от суррогатных матерей, оказываются более умными и развиваются быстрее своих сверстников. Эти данные говорят о том, что это абсолютно нормальные дети. В некоторых данных даже содержится информация о том, что это дети, ну, несколько более интеллектуально развиты, что ли, по сравнению с обычными детьми. Они более воспринимают больший объем информации, взрослеют быстрее на несколько месяцев или даже лет, опережая своих сверстников. То есть развитие идет несколько быстрее, чем у обычных детей. С чем же это связано? Некоторые ученые предполагают, что все дети, зачатые через ЭКО и родившиеся благодаря суррогатным мамам, поздние и долгожданные, поскольку эти способы продолжения рода выбирают родители, для которых искусственное оплодотворение – последний шанс. А дети взрослых родителей имеют больше возможностей добиться успехов в жизни. Конечно, наш организм гораздо лучше готов к рождению детей, когда мы моложе. Вместе с тем, если говорить о процедуре ЭКО, то там есть подготовка. Женщину не просто ставят в процедуру, в протокол, а предварительно оздоравливают, проводят санацию. И вот в этих ситуациях есть у нас статистика о том, что женщины гораздо здоровее, несмотря на свой возраст, и беременность выносят лучше, и в послеродовом периоде тоже чувствуют себя лучше. Тогда это будет позитивно сказываться на ребенке. Родители в возрасте правильно относятся к воспитанию и развитию способностей своего ребенка. И более того, ученые утверждают, что передача знаний и опыта от родителей к детям происходит еще до рождения, на генетическом уровне. Именно поэтому свои таланты поздние дети проявляют раньше сверстников. Дети, рожденные в семьях после 30 лет, когда родителям уже за 30, в некоторых случаях за 28-29, тем более, если родители добились многого, достаточно высокий статус, иметь социальный, материальный уровень, уже просто многие проблемы проработаны психологически, и они устойчивы эмоционально, естественно, и гормоны у них нормально работают. Список поздних детей, которые впоследствии прославили свое имя, впечатляет. Петр Ильич Чайковский. Один из величайших композиторов в истории музыки появился на свет, когда его отцу было 45. По меркам того времени возраст более чем солидный. У Петра Ильича Чайковского отец был выдающимся инженером. Мама обладала музыкальными способностями. Здесь хочу подчеркнуть, что интеллект ребенка очень сильно зависит от способностей матери, интеллектуальной в частности. Еще один гений из числа поздних детей – Леонардо да Винчи. К тому же его вполне можно назвать результатом традиционного суррогатного материнства. В официальной семье Пьеро да Винчи не было детей, а Леонардо родился от простой крестьянской девушки, у которой ребенка забрали, а самой ее снабдили приданным и выдали замуж. Дмитрий Менделеев, создатель периодической таблицы, был 17-м ребенком в семье. На момент рождения его отцу, директору гимназии, исполнился уже 51 год. Обоим родителям знаменитого натуралиста Чарльза Дарвина было за 40, когда на свет появился их пятый сын. Так может, поздний ребенок с большой вероятностью станет талантливым или даже гениальным? Я думаю, что статистики, скорее всего, нет, но если прогнозировать, то это, скорее, будут две крайности. Это будут дети, которые достаточно сознательны, достаточно хорошо умеют принимать решения, пробовать разные вещи, достаточно развитые интеллектуальные, имеющие достаточно развитые какие-то специальные способности. Либо это дети несамостоятельные, инфантильные, боящиеся жизни, нереализованные, возможно, закомплексованные, потому что родители их слишком любили, слишком опекали. И вот что интересно. Нынешнее поколение людей, находящихся в самом расцвете сил, появилось на свет в период с 75-го по 85-й год. Однако именно они почему-то каждый год откладывают рождение собственного потомства. То есть люди как-то стараются вначале вырасти в плане карьерном, финансовом, и уже занимаются, скажем так, обзаведением детей или пытаются этим заниматься, уже, ну, в общем-то, если это по достижению какого-то определенного возраста. То есть возраст первого рождения становится все более и более старшим. Правда, если верить последним открытиям ученых, это может означать, что через 20-30 лет ныне рожденные поздние дети могут оказаться сверхталантливыми и внести свой вклад в развитие мировой науки и культуры. Очень хочется надеяться на это.